Всем привет! Меня зовут Женя. Это Леша, это Рома, это Дима. Мы группа Нервы, нам 10 лет, и мы по этому поводу очень рады. У нас сейчас будет огромный тур, как бы в честь десятилетия группы. Который, кстати, начнется 5 марта со стадиона. Тур, посвященный десятилетию. На концертах будем играть все песни из всех альбомов. Песни перегорели, будет легче вот такие песни, нечего терять. Всякие интересные песни, забытые уже, но хорошие. Мы же ожидаем только, что все будет классно. Большего и не просится как-то внутри. Будет тур, это означает то, что мы будем играть концерты, будут приходить люди. И это большое счастье, если люди будут приходить, собственно. Такое мероприятие, как десятилетие, говорит о том, что произошло за эти 10 лет. Это как бы отметочка не будущего, а все-таки прошлого какого-то. То есть хотел взять все оттуда, этому всему отдать честь в этом туре, посвященном десятилетию. Ну, просто иногда обидненько бывает даже. Ты как бы сочиняешь новые альбомы, и классно и интересно играть новым материалом. Ты понимаешь, блин, столько уже и старых песен, которые люди постоянно просят. Ты понимаешь, что тебе приходится, ну, урезать программу и выкидывать даже классные песни, которые хотелось бы играть. Потому что их уже очень-очень много. И как бы там пять часов концерт давать, не то что не хочется. Просто я знаю, что людям не по кайфу. Последние несколько лет, три-четыре года, каждый год выпускали альбом. Да. Мне кажется, не каждая группа может похвастаться каждым годовым альбомом. И мы не будем хвастаться. Потому что мы их хвастаемся не. Да, в этот раз. И обычно, когда каждый год выпускается альбом, то, ну, все кто-то занимает, о, ну, новый альбом, новый альбом. А на самом деле трек-лиз все сложнее и сложнее составляли. Привыкают, наверное, что каждый год группы альбом выпускают, а потом, когда не выпускают, а чего новый альбом не выпускать? ну да нормально тут же есть мы реально ничего не выпускали поставим мне кажется мы просто еще не успели снять клипы на все классные песни из крайнего много песен которые нужно снимать да мы сейчас будем этим заниматься просто у нас было такое время когда мы дали там три альбома подряд и в 2 альбома остались вообще просто в нигде типа мне кажется людей даже не заметили это альбом например третье дыхание костер мы их так на день 2 1 2 3 типа и все и так они и лежат мы турим еще постоянно времени очень мало с альбом слэма депрессия есть песни которые я очень хочу превратить в аудио визуальное искусство и снять клипы да на них а потом уже когда мы наснимаем клипово отъездим этот тур десятилетний разочарование главное честно да нет все нормально кажется все идет как идет мне кажется забыл как я раз не завелся перед эфиром это 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 очарование это очень круто в ранее когда не заводится я рис это только романтика у лёхи был я рис и он никогда не заводился в смысле то есть он не заводится было с толкача он заводил я так я короче мы его толкаем просто я сажусь в тачку и такой на руке смотрю и тут toyota вот так вот знак потому что я за знак а сзади ладошка всегда грязной задней двери мятой поэтому видишь это классно видишь какие-то эмоции позитивные вызывает главное разочарование все-таки кальян рэп который неожиданно ворвался в нашей жизни покорил всех сердца всех людей но я лично не думал никогда что музыкальная ситуация у нас будет настолько настолько странно а может быть еще хуже могло бы быть еще может быть мы потом вспомним таки не кальян рэп все-таки был хорош мы таки мне в нашу рю хотя бы нормально хотя в наше время ты помнишь ты пчела и пчеловод хотя бы про 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 животных про насекомых мёд это же хорошо полезно это лучше чем ты там пчелы вымрут к самому же скорую ну да тут бас телефон звонит у тебя хамалина вои на звонке ну да и ты стоял со слезами до ностальгия я просто говорю не к тому что я против какого-то музыкального стиля или мне что-то не нравится лично имя просто кажется что у современного шоу-бизнеса снг типа я не вижу его кого-то творческого развития и типа даже творческая основа какой-то я больше больше вижу очень сильно развлекательную программу какую-то и ориентированную на как бы она сама даже развлекательная программа там может быть по содержать и да и вот его абсолютно музыкальный типа поп-музыка не развивается музыкально никак звучит так же как там 20 лет назад только хуже и типа ну и как из содержания никакой я просто люблю поп-музыку я же не тоже не люблю поп-музыку просто посмотрите грэмми да роб года слышал трек там походи да это одно вообще попса классно там они там такое вытворяют эти выступления там это это и арианна гранда и не знаю и классные песни выходят джестина бибера я просто просто поставил этом где часто говорю на меня реально бомбиться то почему там там такие выступления что просто башку сносит а у нас по-прежнему все выходят на премии там попса года и типа просто под фанеру тупо выступает максимум с балетом который работает на этой премии и короче танцует со всеми артистами что попало на тупо какие-то заготовки если бы реально попса была настолько классной и что она покоряла тут кальян рэп который покорял бы все сердца я бы завалил но у нас только типа все примитизировано и и очень никак не цепляет и короче и при этом имеет короче вес какой-то вот такой вот умерсы короче насилуют музыку если и мне за это будут платить деньги я сука нихуя больше не буду делать я пришел на его акустический концерт сироткина я офигел что там обработка на вокале крутая как брок зависит всегда от себя на типа какой какой будет такой будет я не говорю что урок здесь умер урок в каждом человеке который хочет чтобы он жил в последнее время мне кажется что вот эти все рок движения начинают понемножку оживать и все сейчас рэперы становятся рокерами плохая вещь происходит на самом деле рэперы сделали все что могли и теперь мы им они куда не могут сунуться туда где никогда не было как раз продажности последнее время и роком занимались всякие отшельники там по подвалом сидели а сейчас рэперы таким и мы сделали как все что могли пора брать что-то трушное другие ботиночки надеюсь пора обосрать еще что-нибудь ну да не вообще в целом кажется что урок немножко ну вообще как новый круг начинается я хочу сказать что мне кажется что сейчас просто музыку просто все насилует насилуют слушателей просто люди такие доверчивые что угодно и просто я же внутри этой всей движухи я знаю сколько проектов которые создаются просто чтобы заработать лавэ и в этих проектах артисты там вокалисты говорят вот мы такие трушны мы появились сами из ниоткуда и как бы мы там они начинают петь какие-то социальные песни как бы затрагивать какие-то темы вот типа и как бы представляет себя как вот группу из народа хотя это просто продюсерские проекты люди верят людям все похерте по кому верить ну типа сейчас все коммерсы короче насилуют музыку насилуют слушали как угодно как хотят и и это происходит без проблем и при этом нет короче действительно углубление этих и посвящение себя музыки я не ощущаю того что вообще вокруг меня люди какие-то где-то вот шоу-бизнесе там или еще где-то ну то есть я не шоу-бизнесе ну типа я его вижу еще того чтобы кто-то хотел бы здесь сделать что-то больше чем то что и так уже приносит деньги то есть если это можно продать то зачем типа делать больше если я на концерте могу просто под фанеру петь на корпоративе 45 минут одну свою хи один свой хит и 5 ремиксов если мне за это будут платить деньги я сука нихуя больше не буду делать никогда потому что это так продается не не нужно будет некрасиво петь нужно быть не балет не декорации не шоу не какая-то там штука ну да интересно зачем если ей так уже могу это продать достижение уже достигнут да вот так вот я тупо вижу что так это происходит на нашем пространстве до музыкальном просвет есть но эти просветы не там где светит солнце короче они как раз эти просветы где-то в подвалах и где-то непонятно то есть если у нас есть какие-то артисты которые сейчас артисты номер один реально считается поп артисты да и за которые наблюдают вся страна у которых самая большая аудитория то они не поднимают культуры они делают что попало типа им как будто не хочется а вот те кто вот эти просветы все они на них почему-то и не особо обращают внимание я сейчас это все говорю не вообще не с точки зрения того что я там занимаюсь тоже музыкой и там что вот рок вот это там дослушали еще что ты вообще абсолютно беспристрастно то есть не как участник группы нервы который топит за свое какое-то движение нет просто как вот человек который смотрит этим всем и понимаешь ну блин не круто как это мое самое большое разочарование 10 лет да много классных исполнителей ну типа крутых сироткин очень нравится и у очень крутые песни смысл посыл и звук что самое интересное я например вот сколько пою конечно озадачиваемся звуком на записи на концертах но типа это все очень сложно и чтобы стилизовать все так чтобы это действительно удивило я пришел на его акустический концерт сироткина я офигел что там обработка на вокале ну крутая прям такая как вот на альбоме и даже круче и вот и гитары и ривера все вот те подобраны те самые те нужные люди именно занимаются делом очень серьезно и это супер приятно и счастлив что это происходит про рэп допустим вот нам нравится допустим украинский исполнитель алена-алёна слышали кто-то такая ну типа если говорить о рэпе то есть она она реально так читает она реально то есть это это не записано по слову там и не собрано не сведено там супер на просто берет и читает и вот такая вот баба которую так читает да куртая это просвет в рэпе давай лёха совсем мне старый музыка мне нравится группа белый орёл очень а еще и потому что нельзя классно песню сейчас только что вспомнил. Да. Потому что нельзя. Та-та-та-та-та-та. И там вот этот стоп-тайм. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Круто. Круто вообще. Диман, а что тебе нравится? Ну, есть группа одна. Я ее не то чтобы слушаю, но чуваки, у них такой даже девиз, они говорят, что они хотят, чтобы музыка перестала быть супермаркетом. Вот чуваки мои знакомые, называется Underground группа. Они вот меня, честно говоря, поражают. Я такую музыку не то чтобы сильно слушаю, но у них все такое гитарное, такое настоящее. У них своя тусовка музыкальная, какая-то локальная. У них там могут меняться музыканты, но они при этом все как-то часть группы. Короче, прикольно. Underground называется. Психия нравится, но там... Ну, это, конечно, блядь. Психия супер. Папин Олимпоз прикольная группа. Мне просто нравится, что я вообще ничего не знал, а потом бац, я смотрю. У них залы, там какие-то большие, вроде пацаны простые. Но там есть такой момент, у чувака у главного гитара такая же, как у Жени почти. И татуировка нервы на груди. И татуировка нервы, как бы, ну... Ну, не знаю, как бы. Ну, это мило, наверное. Что это звучит? Ну, это мило немного так. Я знаю. Типа такое немножко... Они, по-моему, повзрослее, чтобы чуть-чуть что-то так фанатеть. Если говорить про мат в песнях, то последнее время, Last Few Years, мне кажется, что как-то трендово очень стало. И вот как-то, если ты много мата используешь подряд прям такие всякие супер дерзкий, супер грязный текст, то это супер трендово, и это значит круто. И то есть, особенно поколения помладше, они прям зажигаются. На Западе особо. Да, они матерятся там вообще по-своему. Лимбийские тоже. Так что, там все материалы. Я согласен с трендом. Я стукал, типа, на всяких рестал тренов в поп-музыке. Мне нравится одно. Что-то там делай деньги, вот так. Про Мерседес что-то там? А что там песни про то, что деньги хвастаются с деньгами или что-то? Да, да, выпендриваются, помтуются. Ну, как рэперы. Но это сейчас у нас очень актуально, в принципе, для нашей страны, для рабочего класса. А мне кажется, что, смотрите, всегда же было актуально выебываться деньгами. У рэперов вообще нет во все времена в жизни вообще. Это Россия, понимаешь? Вот в России, вот в СНГ, вот ты, если у тебя есть бабки, ты должен показать, что есть бабки. В Европе нет такого, типа, ты, даже если у тебя есть люди, у которых бабки, там это не принято. А у нас принято. Ты, если у тебя есть бабки, должен есть надписи даты. В Штатах принято. Да, в Штатах и в России. Это вот такая тема. Штаты и Россия. Все остальные страны, вот нет такого. Вот приедем в Европу, ни у кого нет гучи. Никто не одевается. Так нет, вот этого нет. Нет, то, что у нас, конечно, да, когда ты пиздец ебашишь, ты, это доширак, но, сука, покупаешься... Но, часы у тебя должны быть. Гучи, хуючи, это обязательно. Да нет, самая фирма, это клип в кредит. Это ты сейчас по своему опции. А, есть классная картинка, я сказал кому-то, сидит такой чувак на студии и, типа, говорит, бит, типа, а-ля Травис Скотт, там, 100 баксов. И чувак такой, давай 70. Такой, окей, если еще картинка, он говорит, у меня бабки, у меня тачки, там, я крутой. Ну да, кроссовки там за 1000 долларов обязательно тоже можно. Это вот все одна опера. На Курску пешком ходили, просто пешком за сахаром. Фишка в чем? В том, что, как бы, можно подработать, но можно тогда не записать, там, новый альбом. В месяц сколько денег надо? Ну. А если ты в предыдущий месяц все купил, то в следующем месяце тебе уже не нужны деньги. Скоро 30 лет. Желаю, что жилось. И в этот период без денег он, ну, короче, сейчас что-то вроде наруливается в жизнь. Мне кажется, вам нужно сказать, что просто у нас есть мгновение с деньгами теперь, в сравнении с остальной жизнью. Хорошо сказал. Если там кто-то интересуется группой Нервы и там следят за нашими инстаграмами, буквально несколько лет назад, просто несколько лет, три года у нас не было концертов вообще. То есть мы сидели просто на жопе, сидели, мы ходили с Женей Мельковским, мы ходили с Таганки, на Курску пешком ходили, просто пешком за сахаром, который мы брали на студии. Просто сахар, в пластиковый стаканчик, а во второй стаканчик кофе, и в третий стаканчик чайный пакетик. И пешком обратно, чтобы типа дома попить чай и приколоться. Вообще просто, ну, до абсурда заходило, не было денег вообще. Просто обычное продолжение. Это был момент экономии, нормально. Это был момент, который затянулся на много лет. Как бы это даже нам не казалось, что что-то произошло, потому что в принципе всю жизнь не было лавэй. Типа это не казалось, что как-то странно, да? Ну да. Да, конечно. Ну что-то будет, а потом... Фишка в чем? В том, что как бы можно и подработать, но можно тогда и не записать новый альбом. В том ты делаешь, что если ты начинаешь мыслить иначе, то ты все больше ослабевает твоя охватка, связанная с тем, что ты должен делать музыку постоянно. Это становится все-таки второстепенным тогда. Ну то, что когда мы ходили реально за сахаром, это был, конечно, совсем критический. Какие моменты кризисные там, это было пару месяцев или несколько даже месяцев, когда совсем не было лавэй. Но тем не менее, то есть это был уже в тот период жизни, когда группа Нервы существовала. И то есть в принципе до этого были какие-то концерты. И мы зарабатывали на этих концертах деньги. А потом совершенно ничего не стало, типа и... Просто казино, ну в смысле... Ну да, ну как бы... Ну мы естественно, мы же надеялись и жили на то, что мы сейчас опять будем давать концерты. И поэтому мы не шли в Яндекс. И еду все-таки. Когда ты уже чем-то начинаешь жить, то тяжело представить, что чем-то другим надо начинать жить. Хотя я, например, ну... После того, как у меня первые успехи были в музыке, и я был на телевидении, мне было там 16 лет. Я вернулся в свой город, и я пошел работать грузчиком и разнорабочим, и год так еще проработал и барменом. А потом понял, что, блин, я реально опять зарываюсь и как бы не занимаюсь своим делом. И просто уже и сил нет, и не зарабатываю ни хера. И тогда я поехал обратно там. В месяц сколько денег надо? А если ты в предыдущий месяц все купил, то в следующем месяце тебе уже не нужны деньги. Квотара миллиона? Ну миллиона четыре. Пять. Я так скажу, все зависит от твоих возрастающих желаний. То есть если брать мою жизнь в детстве, то, как я жил, то я проживал там, я не знаю даже на какие копейки, на черешне, которую я собирал на питомнике, на арбуз, который я украл где-то в огороде. И этого было достаточно. А в Москве можно жить, можно снимать себе койку, место за 5 тысяч рублей в месяц, не знаю. Можно снимать себе. Исходя из каких вариантов, у своей квартиры есть, допустим, в Москве? Да, если есть квартира, то классно. А если нужно ее снимать, если хочешь жить, ну типа, ну как, ну что мне, цены на квартиры называть, все их знают. В смысле, мы купили давно в даче квартиры. Да, в смысле, да, в смысле купили по квартире. Все зависит от, короче, от твоих желаний. Мне хочется в последнее время даже купить телек, честно говоря. Я купил для нас телек. Короче, я много квартир подряд снимал без телевизора. Зло, понятное дело, но вот когда у меня появился телек, просто в одной квартире был телевизор, и вот заходишь, вот включаешь телевизор, и он начинает говорить. Какое-то уютное состояние. Дома, сразу, как дома, сразу ощущаешь, классно. Я вот просто купил себе телек, и если там смотрю какие-то фильмы, то запускаю на телек. Телевизор реально не смотрю уже лет 15, не, ну лет 12. Точно. У меня вообще никогда его нет. Чувак, есть такой телеканал Ю. Беременна в 16. Пацанка. Кстати, нормальная тема. Ну, короче, вот эти все вот... Ахатана Тата, это все Ю. Вот это вот зло. Это реально зло, потому что я вот взрослый человек, просто это вот канал включается, и я как зомби, я не могу от него отойти. Я вот так смотрю. Да, да. И просто не могу это. Я понимаю, что, ну, мне нужно уходить уже, нужно там собирать вещи, там уходить, репетиции. Но мне интересно, чем это все закончится. При том, что я понимаю, что это все сценарий, но просто я сижу и не могу оторваться от этого. У меня та же история, иногда на Ютубе даже специально смотрю всякие такие передачи. Меня просто расслабляет. Я сижу, думаю, вот это цирк, прикольно. Леха каждый раз, когда ест, включает. Да, да, я включаю передачи. Вот эти там. Есть передача мужская-женская, там постоянно драки какие-то, кто-то там у кого-то что-то, детей это брал. Мне, ну, типа, я смотрю на это. Пусть говорят, я раньше смотрел. Но это такая развлекательная тема. Не, я тоже люблю. Когда устаешь, типа, по приколу. Я телек хочу вообще-то купить для видеоигр. Ну, причем я хочу старый телек, обычный такой, пузатый. И вот на нем, чтобы играть. У меня смотреть фильмы, короче, на новых экранах, которые все слишком четко мне западло. Не прикольно, скажи. Кажется, нет ощущения, что это кино. Кажется, что, ну, вон, сняли на камеру. Конечно, она против себя чего-то. Ну, типа, слишком реалистично, а не прикольно смотреть. Прикольно, когда вот это DVD, да? Как там кажется? Да нет, нет, VHS. DVD у меня не было. Кассета. Вообще нет ничего на YouTube. Все. Интересно на YouTube смотреть, интересно все просто. Я люблю смотреть обзоры на машины. Фикарно. Ну, вообще, YouTube, это же прекрасное место вообще. Интервью всякие там, Дудя смотреть прикольно, с интересными людьми. Парфенол, я сейчас на Медни смотрю. О, стендапы, люблю смотреть стендапы, Долгополова. Джо Роган вообще. Конечно, я ржу как конченый, я обожаю вообще. Я очень люблю стендапы. Нет. Камеди? Стендапы? Я не слушаю радио в машине, не слушаю музыку дома, я вообще не слушаю музыку. Группы, которые мне нравятся, я типа их нахожу и думаю, вот это класс, это то, что я случайно набрел это каким-то образом. И такой, послушал раз и все. То есть я не хожу постоянно, я не наслушиваю песни, там, и в машине тупо тишина постоянно. Зашквар для меня это говорит слово «зашквар». Да, я тоже хотел сказать. Слово это как называть хипстером кого-то, потому что не стоит произносить эти слова. Зашквар, да, значит, раз уже такое мы сказали. Позор, наверное, да? Позор. Давайте не будем в натуре вонючими стариками, которые доебались за слово «зашквар», что оно современное и нам оно не по душе. Оно старело, оно для стариков, а мы прогрессивные. Не, то есть оно типа было модным, новым, года три назад, или даже раньше, и оно уже устарело. Теперь нужно говорить, как, позор опять. Мы же понимаем суть. Ну, мне кажется, что «зашквар» это когда, когда вот недавно ебало завалилось просто, ну вспомните. Типа, блядь. То есть смоделировать ситуацию, в которой ты бы вот… А, ебать, мне кажется, что «зашквар» это выложить вот этот вот клип «Тимати с Гуфом», и типа удалить его, потом сказать, блядь, и не знаю. Мне кажется, «зашквар» было его удалить как раз. Да, да, я же говорю, «зашквар» это, блядь, не написать эту песню и выложить, а удалить ее, еще сказать, блядь, мы не знали, что вам не понравится, так что вы так, что у вас так это расстроит, что и, блядь, и оправдываться потом, блядь, это просто пиздец. Два взрослых мужика, это же рэперы еще, я помню, что рэперы всегда славились тем, что они там типа тру, пиздец. Это такое именно «зашквар» реально, такое прям «зашкварище» и, блядь, ебаное. Ну, разные виды «зашквар» есть, знаешь, есть… Вот, допустим, смотри, вот человек что-то сделал неправильно, понял? И все понимают, что он сделал неправильно, и ты смотришь ему в лицо и говоришь, зачем ты сделал неправильно, а он тебе говорит, я не делал, ты говоришь, ты же это сделал. Он говорит, я не делал, я не делал. И все, и вот все ему просто доказывают, что он это сделал, что он не прав, а человек тебе говорит, я не делал это. Это же тоже зашклалит. А он так говорит, потому что он не хочет признать или он не понимает. Я не знаю, просто он зашклалился. Понимаешь? Ну, взрывает просто голову. Потому что ты говоришь, ну, я же видел, ты это сделал, зачем ты это сделал? Он говорит, я не делал. А он при этом, не, если он знает, что он делал, но отказывается, тогда да. Он знает, что он сделал, но вот. Просто бывает, что он такой говорит, а бывает такое, что человек такой, я как бы не знаю, даже не заметил. Не, не, это он тоже знает, но такая. Я согласен, да. Я его не увидел на сайте, я это было любовь сфера взгляда два канала в одном можно меньше гейн здесь удивительно то что бесплатно подымали классную гитару у меня гибсон фарберт нон-реверс 2015 кажется года это самая молодая гитара реально самая молодая все гитары там 70-х годов каких-нибудь фендер 91 и я всегда хотел себе фарберт но она такая красивая я увидел на сайте я это было любовь сфера взгляда из-за цвета а тут я приехал сделал эту красавицу и пошло сразу на короче необычно очень интересная там маленькие хамбакеры стоят и поэтому да она звучит только еще типа в ней стекло есть и глубина какая-то да и мыло гипсоновская есть цепляет короче есть такой presence приятные их и хруст но сейчас по самому по характеру звука и раньше я любил накрутить и дисторшн так чтобы там все шипела что как бы на самом деле рифы и вся всякие партии рок рокового характера на самом деле на маленьком драйве такой на легком кранче даже круче качают вот и злее звучат вот и поэтому эта гитара не на каких-то сатанинских хамбакерах она наоборот на маленьких аккуратных таких дает именно тот нужный кранч тут кто тот хруст и ту атаку с тем презентом для меня это все золотая сертина к этому сейчас очень радует особенно клёво звучит в кемпер есть вероятность того что стоит заменить перегруз который идеально звучал с фендером раз мастером которыми был японским 91 года делится на две секции педали общий эквалайзер тоже не одна педаль вверх да вверх середина да сейчас я расскажу про них вверх середина и бас это общие два канала в одном можно меньше гейн сделать это гитаре снова минуты к старым есть exotic тоже booster вот так же у меня есть трубой пас трубой пас конечно два канала не одна одна прости exotic однако да причем вот эта педалька она его может короче еще типа стерео выход это классно ну да да такая 28 но это как и за ждала есть который может пинг-понг дела и дайте по-другому до выхода там туда играет красиво про электро гитары расскажу еще у меня есть square до соник активный пассивный у тебя лежит какой ты какой ты какой я пассивный сквайр у тебя активный короче там гитара хорошая подарил никита бампер еще давно много лет назад также у меня есть фендер телекастер а он кастом 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 его сделать специально меня запорожье офигенно телик да я не играешь в агенте он тебя а на окне до окне стоит на уши его нет он еще сохнет до сон еще сохнет 3 еще лет десять и выжать как же за все рассохнет а также есть гитара которую и вообще очень долго на не играл я все гитары достаточно необычные гитары на которой играл вообще большую часть своей карьеры так можно если назвать сюда красный гибсон да красный гибсон это гибсон инвейдер я смотрю 81 чем отличается от обычного ли спала тем что у него болченый гриф обычно клееный либо даже салибал гипсона блин клифф клей и есть еще на многих моделях солид а еще есть отсечка то есть или на какой бы датчике они поставил если я буду в положении там bridge или так я еще могу вниз отсечку или вверх отсечку этого отделить хамбакер на сингл в ладо это классно там все отсекается и иной кибрики на все отсекается все то есть если ты включаешь отсечку отсекает он на чем как бы стоит да все отсекает и это прикольно это можно как бы извлечь эти гибсон сам по себе пузатый и делаешь отсечку у тебя сразу чистый кто-то кристалли один из моих любимых звуков гитарных это леспол с отсечкой потому что тяжелый там дерево много фендер нет столько дерева обычно в туре вот вот в прошлом собственно когда ездили мне позвонил чувак его зовут юра он представитель магазина мир музыки и он сказал я вот тебя бренд-менеджер гитар диан гелико называется гитара нью-йорская компания мне тебя порекомендовали не хочет стать артистом вот этой компании собственно и я просто посмотрел я не знал ну как бы я слышал пройти дарную немного знала почитал углубился и короче крутые гитары и я приехал магаз мне просто чуваки подарили гитару из америки прислали и вот и собственно сегодня не играл удивительно то что бесплатно подогнали классную гитару фишка в том что у меня был уже опыт с эндорсментом и вот от других компаний когда бесплатно либо со скидкой что-то подгоняется в основном это говно на новый год то есть тоже мне звонит чувак говорит слушай тебе тут еще ангелика прислали гитару на новый год с днем рождения на новый год таки нью-йоркская компания какая-то деде люксовая вообще давний гитару очень ну все от от 1000 долларов вообще рома на самом деле так про себя никогда не нам не скажет но рома гитарист реально мирового уровня альбом гитарный есть это который прорыв десятилетия в этом году мы устроили фестиваль в новогоднюю ночь который называется happy new fest классный фестиваль все четко прошло даша мишина наш директор очень радуется очень рады что он произошел что всем понравилось насчет следующих лет неизвестно станет ли это традицией но возможно будет еще как-нибудь все участники фестиваля мне кажется кайфанули провели праздник встретили новый год на сцене я так нахуячился да ну было прикольно где что ты увидишь кстати да я вот кстати даже будет учебился я этот день что что я напьюсь так что у нас куранты били на экране большом кстати да а еще у нас было очень много канапешек фестиваль классно но произошел всем лёхам новый год был и летまあ группа нервы а мы liked да да ёл